Книга «Открытым оком», том 5, тема крещения, вопрос 1434. Говоря о том, что в РПЦЗ, так же как и в МП, нет перед крещением серьезной катехизаторской работы, и что хотя они кресят в полное погружение, но уже в кавычках крещенных мочением волос головы считают тоже крещенными. Вы пишете, что нам здесь уже ничего не сделать. Схерахов 28.9. «Птицы слетаются подобным себе и истинно обращаются к тем, которые упражняются в ней». Прошу объяснить, что вы этим хотите сказать. Получается так, что РПЦЗ за рубежом и Московская Патриархия отступили от преподанного святыми апостолами, в смысле обязательно научить перед крещением, обязательно погружать, кроме крайних случаев. Но почему здесь уже ничего нельзя сделать? Господь ждет, чтобы желающие спастись не мирились с таким положением. Или я что-то не так понимаю? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Понимаете вы совершенно правильно, но та ситуация, какая случилась, застоялась в той и другой части церкви. Вы еще не знаете до конца, а я уже заглянул в эту бездну и пытался исправить положение, и никуда более сорока лет уже упираюсь. Сообразите, что если танк увяз в третение и все дальше погружается, а я бы сумел его подцепить и задержать его погружение дальше, пока хотя бы башня над жижей видна. И если тащить дальше, то моя веревка лопнет, и я упаду, а эта махина погрузится, как жернов по глубине морской. 30 лет тому назад я усиленно начал распространять листки о крещении, говоря о том, что в церкви крещение ныне проводится совершенно неправильно, и что оно есть в лже-крещении. И такие люди, прошедшие эту экзекуцию у чашки с водой, остались некрещенными, обманутыми, которых нужно готовить к окрещению, крестить как абсолютно некрещенных, будет это священник или даже патриарх, некрещенный поп. Даже суть и не в погружении, а в том, что чисто механическое действие крещения, правильного или неправильного, все эти крестильщики возвели не просто в таинство законное, но и объявили пропуском, позволяющим стать ценным членом церкви. Совершенно неправильный вход в церковь стал возможен благодаря только тому, что крещение стоит не на своем месте. Оно бы должно совершаться только над глубоко верующими людьми, когда они сознательно уверуют. А крещение детей допускать, как исключительно редкий случай, когда родители оба глубоко верующие, есть такие же восприемники и такой же священник, а брать таких детей на особый, и брать таких детей на особый контроль, как делали с теми детьми, кто в детстве проявлял что-то из ряда вон незаурядное. Потом из них или патриархи получались, или на крайний случай епископы. А здесь бы ждать стали, что получится верующий, пусть и рядовой, но и истинный ученик Иисуса Христа. Сегодня это таинство опохаблено, испоганено трафаретностью и оязыченным пониманием, как оберегом, как дающим право на отпевание после его кончины, когда пир земных страстей окончится в катастрофе. У себя мы полностью установили все это по Писанию, по канонам. Благо еще наш епископ нас не убивает, если ему жалуются на нас. Это милость Божия к нам. Ничего не сделать в кавычках. Это относительно того, чтобы так сделать во всех церквах, что о чем, вот о чем говорил я у себя, мы спроворились. У нас нет в общем ни одного моченого. И то едва ли 15-20% есть ревностных, а остальные только числятся. Одна треть после крещения ушли или были исключены из общины. Как? Это как понимать? Но если исключать каноны, то по-другому и не могло быть. Кто случайный? Неискренний прохожий. Он отвалится за борт. Кто сын истины, те идут к истине, как птицы к себе подобным путь находят.